Пензенские тренеры по самбо включены в книгу «Одаренные дети. Будущее России». События называют бесценным вкладом в спортивную жизнь региона. Татьяна Гусева подробнее. На матах воспитанники Олега Голованова. Старший тренер, будучи еще мальчишкой, записался на занятия по самбо. Уже тогда он твердо решил, что непременно станет преподавателем. Среди его подопечных и мальчики и девочки. За 15 лет спортивной карьеры Олег Голованов подготовил 17 мастеров спорта, несколько призеров чемпионата России и одного заслуженного мастера спорта. И самой высокой наградой Кубок мира по самбо досталась именно его воспитаннице Сусане Мирзаян. Само удовлетворение, что из таких детишек, скажем, физически неподготовленных, мы делаем настоящих мужчин. Впоследствии мастеров спорта. Ну просто людей, которые смело могут идти в жизнь самостоятельно. Ирина Талалаева занимается борьбой уже два года. За это время она стала победителем первенства области. Как признается спортсменка, в жизни применять приемы пока не приходилось. Но если возникнет такая необходимость, отпор сможет дать любому злоумышленнику. Конечно, это сложно. Но когда долгие тренировки, у меня все получается. С помощью, конечно, с помощью Олега Ивановича. Олег Иванович – это добрый человек, который помогает мне всегда. В любой момент поддерживает. Разменка у юношей. Мастер спорта и призер всероссийских соревнований Олега Мажаров, а ныне старший тренер по самбо, считает борьбу мужским видом спорта. Поэтому занятия он проводит только для юношей. Дмитрий Копысов тренируется у Олега Мажарова десятый год. За это время в его копилке десятки наград. Тренер нам очень сильно помогает во всем. То есть не только на ковре, но и как поступать уже в жизни тоже. Пензенских тренеров Олега Мажарова и Олега Голованова за спортивные достижения включили в книгу «Одаренные дети. Будущее России». Какой-то стимул к работе. Приятно. Что все-таки какой-то след в этой жизни остался. Ну и определенные толчки для каких-то новых творческих успехов, развития. Спортсмены продолжают тренировки в усиленном режиме. Воспитанники Олега Голованова готовятся к отбору на спартакиаду. А подопечные Олега Мажарова в конце апреля примут участие на первенстве страны среди студентов, который пройдет в Казани. Татьяна Гусева, Марат Янборисов, Вести, Пенза.